Какая цель России во всей этой истории? Сегодня уже Ангела Меркель звонила Путину, просила повлиять на ситуацию. Получится ли так в конце, что Путин выйдет и скажет, вот ребята, если бы не я, и вот кризис в Европе бы разгорелся? Я думаю, что цели у Путина, ну собственно, они всегда такими были тактические. Он хочет доказать свою возможность влиять на развитие ситуации в бывшей зоне Советского Союза, влияние. Он хочет восстановить там влияние. Но у него совершенно другая ситуация. Он не может ничего этой зоне предложить позитивного. Собственно, Советский Союз тоже немного позитивного предлагал, но у него были хотя бы ресурсы, чтобы захватить. Но сейчас, ну представляется, у Путина просто позиция разрушительная. Он не столько перетягивает на свою сторону вот эти территории, сколько просто им старается навредить и отомстить. И в этом смысле он приобретает имидж все более токсичный. И даже в Западной Европе все труднее закрывать глаза и надеется, что будет бизнес as usual. А, собственно говоря, у Европы именно такая цель. Пусть там Путин гуляет по своему буфету, но газ и нефть он должен поставлять, должна быть стабильность и так далее. Но проблема-то в том, что стабильность сопровождается опережающим развитием западных стран и тех стран, которые из зоны советского влияния ушли на Запад. Ну, условно говоря, Польша, Чехия и остальные страны тоже хотят пойти этим путем. И в мирных условиях Путин обречен проигрывать, потому что у него модель советская. Соответственно, он вынужден все время использовать какие-то другие способы. Немирные, несоревнования в эффективности производства, в более приятной или привлекательной интеллектуальной, социокультурной среде, образовании, медицинской обслуживании и так далее. Здесь он выиграть не может, здесь он обречен проигрывать. И поэтому он приходит к этой ситуации. Тогда я вас накажу, тогда я вам покажу, тогда вам жизнь медом не покажется. И таким образом, мне кажется, что в долгосрочной перспективе он себя все дальше от Европы отпихивает, отгоняет, он делается токсичным. Ну, себя, ладно бы, он еще и мою страну туда вместе с собой запихивает. И, соответственно, все теснее дружит с Ираном, с Афганистаном, с Лукашенко, с такого рода экзотическими персонажами. Для России это катастрофа, а для Путина единственный возможный способ существования. Понимаю, что наказывать его за это вот вряд ли кто-то будет. Ну, кому же захочется. Конечно, это логика очень простая. Когда у человека в кармане лежит атомная бомба, а он демонстрирует все большую отмороженность, то, конечно, вокруг него будут ходить на цыпочках. И он это прекрасно понимает. Другой вопрос, что играть с ним тоже никто не будет. В общем-то, хотели бы играть в его песочнице, но просто опасно. Ну, видно же, что происходит. Лукашенко тоже ведь очень долго Запад терпел и приголубливал, просто потому что не хотел, чтобы тот окончательно ушел под Владимира Путина. Такая вот политика продолжалась 25 лет, и Лукашенко удачно играл роль теленка, который двух маток сосет по очереди. То он Западу давал намеки, что он защищает Запад от восточных варборов, то он Москве давал намеки, что если будете меня плохо кормить, уйду туда, в Европейский Союз. И так вот достаточно долго манипулировал этой ситуацией. Но сейчас-то он уже западный фланг себе намазал дегтем, по-моему, окончательно, и туда уже не сунешься. И Запад, в общем, не может с ним уже иметь дело. Мне кажется, что что-то похожее происходит. Медленнее, конечно, но и с Россией тоже. Но в России, конечно, гораздо больше ресурсов, влиятельности, чего угодно еще, поэтому с ней придется действовать более осторожно. Но дорожка-то одна и та же. Какие выводы тогда может в этой ситуации сделать для себя Украина и к чему готовиться? Ну, Украина, мне кажется, находится в правильном тренде. Она превращается в демографическую страну, конкурентоспособную, у которой понятный и предсказуемый механизм перемены власти. Поэтому она идет, в общем, по правильному пути. Главное, не позволить себя сбить с этого пути. Напугать, втянуть войну, позволить организовать на территории Украины, спровоцировать какой-то элитный конфликт, например, чем, конечно, специально обученные люди из Кремля занимаются. То есть, попросту говоря, быть готовым к жестким действиям со стороны команды Владимира Путина, не бояться, но опасаться, готовиться к худшему, надеяться на лучшего и быть уверенным, что Украина движется правильным путем. Как вот пришла Польша, ну, как бы к Польше ни относись, но все-таки это уже вполне сложившееся независимое государство, никакое не советское и никаким образом от России не зависящее. И Прибалтика этим путем прошла, и Чехия, и Словакия, и Словения, и страны бывшей Югославии. Так что Украина как раз есть будущее. Я с оптимизмом смотрю на нее. Другой вопрос, надо ввести, как мне кажется, достаточно предусмотрительную политику, и в том числе и на войну побольше денег тратить, на оборону. Спасибо. Извините, я вам не советы даю, я просто гляжу со стороны. А вот с моей стороны просто беда, потому что мы идем в тупик, сопровождающийся, возможно, распадом, который будет опасен для окружающих. Вот в общем, кроме всего прочего, еще что неприятное.